Приветствую! О войне говорить трудно, и уж тем более в формате мультика. Поэтому мы долго искали, о чем вам могут рассказать коты. И вот сегодня я хотел бы вспомнить известную цитату Сергея Бодрова, Сергея Бодрова-младшего. Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Давайте вместе с вами обдумаем ее. Ну и вместе с котами, конечно. Для начала представим себе такую ситуацию. На нас внезапно напал коварный враг. Мы просыпаемся от воя сирен, на приграничные города падают бомбы, а тревожный голос из-за радиоточки объявляет, что началась война. Предельно понятно, кто здесь свои, а кто чужие. Чужие — это вот те, кто пришел с оружием на нашу землю, чтобы убивать и разрушать. А свои — это мы все. Те, на кого напали. Тут уж ясное дело, не до старых счетов. Кто прав, кто виноват, решим позже. До тех пор лишний распри среди своих никак не помогут. Наоборот, врагам будет только рад. Казалось бы, ясная картина, в которой нет никаких этических дилемм. Как в шахматы. Есть белые фигуры, есть черные. А правило одно и простое — победа или смерть. Проблема в этой картинке всего одна. В реальности она не существует. Это только в нашем восприятии, в условиях предельного нервного напряжения и смертельной опасности, мир упрощается до черного и белого. Сам же он тем временем остается гораздо более сложным. Что вы, например, скажете про бездарного командира, который без всякого смысла рискует и своей головой, и жизнями своих солдат? Разве его нельзя критиковать? Еще как можно. На войне для таких не то, что критик, а вообще-то и трибунал предусмотрен. Или, допустим, мародеры. Разве они свои, тем, кого они бросили умирать, набивая машины награбленных? Тут складно только на словах, мол, плохо о своих можно говорить только после войны. Вот только на войне цена ошибок и преступлений — это не слова, а чьи-то жизни. А теперь давайте зайдем с другой стороны. Возьмем нацистскую Германию. Сегодня история уже вынесла ей свой вердикт. Но что, если вернуться назад во времени и попробовать поставить себя на место рядового немца тех лет? Итак, на дворе начало 40-х. Гитлер уже аннексировал судеты, захватил кусок Польши и начал вторжение в Советский Союз. Геббельсовская пропаганда работает на полную мощность, призывая сплотиться вокруг лидера. Впереди решающий бой за процветание Германии. Оппозиция давно зачищена. Тысячи противников правящей партии брошены в тюрьмы, внесены поправки в Конституцию. Нет-нет, это все еще про Гитлера. А конкретно про его декрет о защите народа и государства. Тем же декретом, кстати, была ограничена свобода слова и прессы. Запрещены митинги, разумеется, кроме провластных. Но все это в прошлом. Это уже случилось. А сейчас силы вермахта перешли границу и ступили на чужую землю. Началась большая война. Ну а вы, я напоминаю, простой немец. Вы искренне любите свою страну и желаете ей процветания. Как вам поступать? Если вы следуете логике «не говорим плохо о своих», то у меня для вас плохие новости. В таком случае вы, оказавшись на месте нашего воображаемого немца, поддерживаете фюрера, приветствуете Блицкрик, болеете за бойцов вермахта, марширующих по советским землям, одобряете зверства СС. Ну и, конечно, закрываете глаза на существование концлагерей, ведь идет война, не время для внутренних распорей. Вы можете возразить, что вся германская нация сплотилась в едином порыве, и у рядовых немцев, по большому счету, просто не было выбора. Но это неправда. Выбор был. Немецкие коммунисты и социал-демократы ушли в подполье, подвергаясь преследованиям со стороны гестапо. Действовал антифашистский немецкий народный фронт. Была группа заговорщиков «Черная капелла», выходцы из военной аристократии, совершившие несколько покушений на Гитлера. Боролись против него и еврейские организации, молодежная группа сопротивления «Белая роза», «Пираты Эдельвейса», «Свингюгенды». Да, они не сумели свергнуть фюрера. Он испустил дух в бункере послевоенного поражения Германии. Но вот в историю все они вошли по-разному. Кто-то пособником режима, кто-то безвольными статистами, а кто-то героями. Причем героями не только для нас с вами, но и для современных немцев, сделавших выводы из уроков истории. Так что если кто-то скажет вам, нельзя говорить плохо о своих, полезно задаться вопросом, а кого именно вам предлагают в свои? Военных преступников, развязавших войну? Убийц? Насильников? Мародеров? И прочих иных, чья профессия защищать, они вместо того вторглись на чужую землю? Между бомбежками Киева и Харькова в 41-м году и ракетными ударами по Киеву, Харькову и Мариуполю в 22-м нет разницы. Убивать жителей Мариуполя ничем не лучше, чем жителей Орла или Курска. Те, кто убивают, грабят, бомбят и насилуют – это и есть враги. А когда государство совершает преступление от вашего имени, нет ничего патриотичнее, чем оказаться в сопротивлении. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok